За последние два месяца это третье заседание антитеррористической комиссии. Ситуация в мире заставляет быть более бдительными. Недавние события в Ницце доказывают это. Террорист на грузовике задавил отдыхающих на набережной. Тогда погибли больше 80 человек. Эксперты признают, во Франции принимали стандартные меры безопасности, но их оказалось недостаточно. Для тех, кто вынашивает эти планы, они тоже их анализируют и понимают, где у нас тонкие места. Поэтому давайте сегодня еще раз переосмысливаем и подумаем, как сегодня мы можем, исходя уже из последних терактов, противостоять вот этим оголделым фанатикам. Террориста-одиночку поймать очень сложно, зафиксировать сложно, вычислить сложно. Коллеги, у нас нет другого способа, как просто механически от него защищаться. Мы должны действовать нестандартно, исходя из их нестандартных атак и нестандартных действий. Чтобы не допустить подобных трагедий, как в Ницце, губернатор поручил главам районов и городов ограничить проезд автомобилей к набережным. Попасть туда сейчас без проблем может практически любой. Предлагается оставить только въезд и выезд для экстренных служб и тех, кто доставляет товары в магазины и кафе, расположенные на набережных. Также необходимо усилить охрану самой территории. Давайте механическим путем просто закроем подъезды к нашим пляжам. И главы курортных городов, давайте делать санкционированный один въезд и выезд в зону набережную. Мы будем четко понимать, кто въезжает на пляж сегодня. Набережная, пляж только для отдыхающих, только для пешего прохода. Любое продвижение на легковых автомобилях, и это касается здесь и Гильджика, в том числе и Анапы, любое продвижение на легковых автомобилях по набережной, значит, давайте запрещать. А если разрешаете, значит, усиливайте меры контроля и зону ответственности глав муниципальных образований, если разрешили проезд по набережным. Вениамин Кондратьев предложил усилить контроль и за парковками в радиусе 100 метров от массового скопления людей. В Краевом управлении МВД такой шаг считают оправданным. Помочь людям должна единая система цифрового мониторинга. То, что разрозненные камеры видеонаблюдения без общего механизма контроля за ними не всегда эффективны, доказал случай в Сочи. На железнодорожной станции мужчина напал на школьницу, изнасиловал и убил ее. Преступление попало в объективы, но моментальной реакции на это не последовало. Было поручение правительства России необходимо активизировать работу по объединению всех комплексов оповещения, видеонаблюдения и мониторинга в одну систему. Сегодня это не то, что очень удобно. Мы сейчас уже об удобстве не говорим. Это сегодня необходимо. При наличии разных абсолютно систем возможно вот эта интеграция объединения в один? Интеграция этих систем, она возможна. И до конца года этот оператор, эта система, она планируется выбрана. А дальше мы упираемся в проблему? А дальше мы упираемся в вопрос хранения этих данных и создания именно центра обработки данных. Сколько вам необходимо, чтобы четко дать алгоритм, что нужно для того сделать, чтобы, о чем я и сказал, что вот все, там, объединить все комплексы оповещения, видеонаблюдения, все в одну систему? Сколько необходимо времени? Для того, чтобы разработать алгоритм, я думаю, вместе с коллегами селовых ведомств мы в течение месяца эту работу завершим. На заседании антитеррористической комиссии подняли еще одну острую, особенно для туристического сезона, тему движения по трассам большегрузного транспорта. Сейчас при температуре больше 32 градусов запрет действует на крупногабаритные машины, превышающие норму по нагрузке для дорог. Губернатор поддержал предложение прокурора края ограничить езду на трассах и для обычных грузовиков, которые меньше по массе, но также разбивают летом дороги и затрудняют движение. 38 градусов, 35 градусов температура по дорогам края движутся большегрузные машины. Считаю целесообразным ввести временное ограничение или прекратить движение грузового транспорта на выходные праздничные дни в летний период. Это даст благоприятную возможность, в том числе жителям края. Они работают все эти пять дней, а выехать уже на море они не имеют возможности, потому что они будут стоять в пробках. Уже после совещания Краевой Минтранс начал готовить поправки в имеющееся постановление. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.